Приветствую вас и приятнейшим давать вам какой-либо совет. Мне хочется сказать о том, что вы правильно понимаете ситуацию. Вы правильно сделали, что хотите сходить на встречу с своей бывшей девушкой, чтобы все для себя прояснить. Почему вы сделали это правильно? Почему это правильно? Потому что в действительности у вас остались незавершенные отношения. Вы сами не до конца их закончили. И с одной стороны, вы говорите, что хуже человека. Не знали, да? Не знаете, хуже человека. С другой стороны, вы пишите, что чувства какие-то у вас останутся. И возможно, такая ситуация вполне может быть, что эти чувства всего лишь отголосок того, что вы сами об этом человеке думаете. То есть, вы, когда начинали отношения с этой женщиной, безусловно, представляли ее себе одной, представляли ее себе по-другому. Вы думали, что это вот такая хорошая, да, девушка, приятная, идеальная и так далее. Но со временем, конечно же, сейчас у вас совершенно другое представление о ней. Но из-за того, что завершенности как каковой у вас не было, имея в виду завершенности в отношениях, она вас, по сути, предала, да, она оказалась в примятности. Так вот, из-за того, что завершенности у вас нет в отношениях, вы не до конца, понимаете? А что же, собственно, с тем произошло? Почему она вас вообще предала? Что ей двигало? Может быть, она правда раскаялась, может быть, она правда осознала какие-то моменты, и сейчас уже так не поступит. Естественно, вы этого не узнаете до тех пор, пока с ней не встретитесь и не поговорите. Можно понять, что вы испытываете обиду сейчас. Можно понять, что вам неприятно, вам действительно больно, вам обидно и так далее. Это действительно все так. Но, если вы на эту встречу пойдете с некоторыми определенными ожиданиями относительно того, чего вы хотите получить в встрече, то, естественно, это помешает вам сделать выводы. выводы относительно того, а что же за человек перед вами? Тот ли он, которого вы когда-то любили? Или все-таки другой? Вот вы придете на встречу, вы пишите, вот вы не знаете, как вам себя мистит, а вы придите на встречу и посмотрите, что она будет вам говорить. Как она будет вам говорить? Как она будет преподносить вам то, что произошло, что случилось? И если вы увидите, что человек искренне раскаивается в своем поведении, в своем поступке, то, конечно же, такое может быть. И тогда человеку нужно дать шанс. Но, скажите, дорогая, прости, слова мне, я не верю твоим, мне нужны поступки. И дайте ей возможность себя проявить. Естественно, не пытайтесь именно полностью подчинить себе человека. Естественно, не пытайтесь говорить языком манипуляции. Например, вот, ты должна сделать для меня все, чтобы я там поверил в твою эфирус, например. Нет. Подобная позиция, она является довольно деструктивной. А мы поставили человека изначально в зависимое положение от вала. А это все-таки неправильно, не совсем правильно. Соответственно, что нужно сделать вам в этой ситуации? Скажите, что я хочу дать тебе второй шанс. И если ты будешь вести себя иначе, если ты покажешь мне, что я действительно тебе дурак, то, соответственно, вы тогда ей поверите. Но это не означает, что вам не нужно ничего делать для нее. Впрочем, продолжайте свою позицию. Но насколько, настолько, насколько, настолько вам это будет приемлемо? Вот вы сейчас говорите, что много чего недосказанного у вас осталось. выскажите ей все. Вы имеете право на это. Выскажите все, что у вас осталось. Вы тем самым ей дадите понять, что вы чувствуете, что у вас на душе. И себе облегчение также сделаете. Вы завершите, по сути дела, то, что осталось не завершенным. И это, безусловно, будет хорошо. Это, безусловно, будет правильно. А дальше смотрите по своей реакции. Скажите честно, будьте с ней честны. Скажите, я ничего тебе не обещаю. Я не знаю, как я буду тебя воспринимать. Давай попробуем. И смотрите на свои ощущения. Вот видите, допустим, что человек к вам вроде бы искренен. Видите, допустим, что человек вроде бы к вам и настроен позитивно, а вы уже не готовы его принять. Значит, время прошло и выхачивалось не вернуть. Так бывает. И воспринимать это нужно спокойно. Но главное, что вам в этой ситуации нужно сделать, это быть честным с собой и честным с ней. Только так и никак иначе можно рассчитывать, что у вас получится то, что вы достойны, чего вы достойны, и то, что можно возродить и в ваших отношениях. И обязательно, обязательно постарайтесь вспомнить, как человек ломать на связи тогда. Ну, дело в том, что если она ушла и полтора года не было ее рядом с вами, то срок достаточно большой. и скорее всего она ушла потому, что ну, такие были ее интересы. То есть ваши интересы волновали ее постольку, поскольку и это поведение, такое поведение не могло остаться незамеченным для вас. Если вы увидели или увидите, что она вновь себя так все ведет, то больше внимания, например, уделяет себе, меньше внимания уделяет вам, то значит все ведет к тому, что ситуация повторится. Тогда не дайте вас вновь предать. Тогда сами скажите, без обвинений, без каких-то наших слов. Прости, дорогая, нам с тобой не попутить. Вот. И здесь не нужно ничего объяснять, здесь не нужно ничего доказывать, здесь не нужно ничего пытаться показать человеку или научить. Вы свои интересы защищаете, вы о себе думаете и себя не давайте в обиды. И это самое главное. Если видите, что человек рассказывает столько словах, а на деле ничего вам для вас не делает и никак не показывает, что изменилось, ну и зачем вам такой человек опять. Ну какое-то время он с вами пробудет, пока ему это будет выгодно, пока ему это приятно, а потом опять придав. Чтобы этого не повторилось, следите за тем, как человек к вам относится, и тогда у вас все будет хорошо. Ну а шанс шанса второго шанса я думаю достоин каждой из нас. Естественно, это только мое мнение, и другие эксперты могут быть не согласны, но тем не менее. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь, в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен и сделает его лучшим.